Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам показываю ту грядочку гладиолусов, которую мы с вами сажали в мае. Середина мая 2017 год, Московская область. Я начинаю сажать в грунт вот такие вот луковицы гладиолусов. Про эти луковицы у меня есть ролик, как я их покупал, как я их готовил к хранению. Можете посмотреть на моем канале. Также, если вы досмотрите до конца, то будет ссылочка в конце ролика, в конце этого ролика будет ссылочка о том, как я готовил эти луковицы к хранению. Ну что ж, приступим к посадке. Вот сейчас видно, что впиталась вода и начинаем сажать луковицы. Сажаем не торопясь. Расстояние между луковицами выдерживаем примерно в 20 сантиметров. Близко сажать не надо. Теперь ты. Поближе. Поближе немножко, может. Вот здесь. Нет. Давай следующую. Сейчас уже почти середина августа 2017 года. Вот такое развитие имеют гладиолусы. И я вам немножко расскажу об уходе за гладиолусами в период их цветения. Что же им нужно в первую очередь? Ну, во-первых, конечно, им нужны периодические поливы. Гладиолус очень влаголюбивое растение. Обязательно обработки от трипсов. Как обрабатывать от трипсов, у меня есть видео. Я в конце этого ролика приложу ссылочку. Ну, давайте немножко полюбуемся на красоту гладиолуса. Такой вот сорт очень интересный, темно-бордовый, с белыми прожилками. Значит, что нужно гладиолусу, чтобы благополучно, так скажем, вегетировать? В стадии цветения, когда вот такой же длинный колус, а высота его практически, наверное, полтора метра уже где-то приближается, обязательно нужна опора. Либо это может быть отдельный колышек, либо, как в моем случае, я поставил вдоль рядов пластиковую арматуру, согнутую в виде дуг видно. Вот одна сторона, и вот вторая. Пластиковая арматура, она поддерживает растение. Можно, к примеру, даже к ней вот так вот привязать веревочкой гладиолус, чтобы он не упал. Ну, в общем-то, и этого хватит. Вот сейчас вот здесь я вам покажу понаглядней. Вот видно, это тот же самый сорт. Вот две пластиковых арматуры, то есть рядок из гладиолусов находится между ними. Они уже никуда не упадут, не завалятся, даже при сильном ветре это будет им хорошей опорой. Ну и давайте я вам немножко расскажу, как же в этот период цветения удобрять. Что касается удобрений в период цветения, то здесь надо придерживаться такого порядка. Значит, азотные удобрения в этот период уже не нужны и даже противопоказаны. Если вы будете переобогащать почву азотом, то у вас пойдет зеленая масса в ущерб цветению. В этот период растению необходим калий, ну и в меньшей степени фосфор. Если вы сделаете фосфорно-калийную подкормку, такую двойную, как бы, к примеру, вот таким вот удобрением, это будет очень хорошо. Разводите по инструкции, здесь 50% фосфора и 33% калия. Очень хорошая подкормка на данной стадии. Если вы это сделаете, то ваши цветы порадуют вас еще более буйным цветением. Просто цветоносы будут устойчивее, крепче, цвести будет немного дольше. В общем, вы растению сделаете благо. Если у вас есть зола, очень хорошей подкормкой будет зола, настойная на воде. Ну и, конечно, любую подкормку надо вносить, предварительно хорошо увлажнив почву под гладиолусами. Гладиолус очень благолюбивое растение. Перед тем, как будете подкармливать, хорошо пролейте почву и потом внесите удобрение. Какое удобрение вносить, минеральное или органическое, это уже решать вам. При выращивании цветов я применяю в том числе и минеральное удобрение. В этом случае растение получает комплекс и макро, и микроэлементов. Ну а также, дорогие друзья, я вам сейчас еще подскажу, как срезать гладиолус, если вы будете составлять из него букет. Как его срезать так, чтобы и луковицы осталось, листва для питания. В общем, я вам расскажу, как правильно срезать гладиолус для букета. Вот на примере вот этого растения, здесь очень хорошо видно, значит, срезать надо таким образом, ни в коем случае не под самый корешок, а срезать надо так, чтобы осталось несколько листиков. Обычно у меня остается 4 листика. От низа отсчитываем. Раз, два, три, четыре. И вот таким образом срезаем примерно вот в этом месте. Или чуть ниже. То есть, на оставшейся после срезки части должно быть оставаться 3-4 листа. В этом случае луковица будет набирать силы, у нее останется листовой аппарат, и на следующий год вы эту луковицу опять посадите, и она вам даст еще более мощный цветонос. Ну на этом, дорогие друзья, о гладиолусах пока все. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Пока-пока.